Масленица, открывающая сырную неделю, это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, несомненный атрибут масленицы, имели ритуальное значение. Круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появлялись новые церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. На каждый день масленичной недели существовали определенные обряды. В понедельник – встреча масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду масляной недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к тещи на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – тещи на вечерке. Зятья звали тещу на угощение. В субботу отводилась за ловкиным посиделком. Воскресенье называлось «прощенным воскресеньем» или «прощенным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. Здравствуй, весна, красная девица, натасковал салют по теплу и красному солнышку.